Нижегородские полицейские пресекли факт незаконной торговли алкоголем. Внимание, стражи и порядка привлек один из продуктовых магазинов на улице Чаадаева. Хозяин торговой точки продавал крепкое спиртное без лицензии. Владелец не смог предоставить документацию, которая подтверждает происхождение данной алкогольной продукции. По итогам рейда на гражданина был составлен протокол административного правонарушения. Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Более 50 литров крепкого спиртного изъято и помещено на ответственное хранение. Сразу два ЧП на одном месте. На перекрестке улиц Генкина и Тимирязева загорелся нежилой деревянный дом. В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня принимало участие 10 единиц техники. Настоящие рядом постройки пламя не перекинулось. После того, как пожар был потушен, на соседней улице прорвало гидрант. Фонтан хлистал на высоту нескольких метров. Последствия аварии устраняет водоканал. И снова пожар в общественном транспорте. На улице Чайковского загорелась маршрутка номер 29. Водители-пассажиры экстренно эвакуировались, никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Огонь удалось быстро потушить. Внешних повреждений автобус не получил. Причину возгорания предстоит установить экспертом. Еще один автопожар произошел в Павловском районе. На Калининской горе загорелась газель. Клубы едкого серого дыма распространились на всю округу. На место оперативно прибыли пожарные. Пламя удалось быстро потушить. По предварительной версии, причиной возгорания стала техническая неисправность автомобиля. Мелкое хулиганство или преступное предпринимательство. Житель Держинска стал очевидцем того, как группа подростков снимает фирменную эмблему с автомобиля марки «Мерседес». Забава это или желание перепродать значок неизвестно. Но если владелец авто обратится с заявлением в полицию, родителям нарушителей грозит штраф. Держинский грабитель снова в деле. На этот раз мужчина проник в ателье на улице Клюквина. Преступник действовал проверенным способом, отжал пластиковые двери и попал внутрь. Для того, чтобы оставаться незамеченным, мужчина украл камеру видеонаблюдения. В ателье же добычей грабителя стали 340 рублей и конфеты из вазы.